Защитная одежда, использование различных спреев, мази для отпугивания секомых и внимательность – это все, что может помочь в борьбе с клещами. Ежедневно с укусами в больнице и поликлинике города обращаются от двух до четырех человек. По нашей местности регистрируется такое заболевание, как лаймоборолиоз. Лаймоборолиозом можно заразиться, к сожалению, в результате укуса клеща. Обычный период, когда клещи активизируют свою жизнедеятельность – с апреля, мая по сентябрь. Поэтому в этот период особенно нужно быть внимательным. Вернувшись из леса, необходимо тщательно осмотреть кожный покров. Около места укуса образуется покраснение, которое постепенно увеличивается в диаметре до 10 сантиметров. Появляется температура, а со временем и общая интоксикация организма. Присасывание может быть в самых необычных местах, то есть и в области живота, и в области бедер, то есть там, где более доступно было, так сказать, место для укуса. Что нужно знать? Так как у нас регион эндемичный по такому заболеванию, как лаймоборолиоз, заболевание это достаточно серьезное, первое, что нужно сделать тогда, когда вы увидели клеща присосавшегося, первое, что нужно обратиться к медработникам за помощью. После укуса наступает инкубационный период длительностью от месяца до 40 дней. В это время больной обязательно должен пройти специфический курс лечения под наблюдением врача.